Глядя на фотографии девушек в лентах соцсетей, легко вычислить тех, кто уверенно смотрится в кадре, даже если на всех снимках одни и те же позы из категории фотоштампов. Люди, которые не нравятся себе на фотографиях, как правило, не нашли своего удачного рапурса, а в наш век без этих навыков никак. Я захотела быть более раскрепощенной в фотографиях, в фотосъемке. У каждой девушки должно быть в арсенале несколько фирменных штучек, чтобы хорошо получаться на фотографиях. Мы показываем, чего точно нельзя делать в камере, а дальше стараемся, чтобы движения не такие, чтобы у всех одинаковые, чтобы мы вставали и говорили, теперь поставьте руку сюда, и у всех будет одинаковая фотография. Нет, показываем, что точно нельзя делать и что будет лучше смотреться в кадре. Научиться правильно вести себя перед камерой призван трехдневный курс фотопозирования, который в Челябинске организовали участницы известных фэшн-проектов, хореограф и стилист Елена Каленникова и фотограф Татьяна Гладких. А наша цель – это, в первую очередь, убрать комплексы перед фотоаппаратом, и вторая цель – оставить ее такой же, какая она есть. Мы пытаемся для каждого найти именно его позу, его движения, в которых он будет получаться лучше. Я хочу научиться позировать для того, чтобы лучше получаться на фото, чтобы фото с друзьями были более интересны, можно было их куда-то выложить и гордиться этими фотографиями. Девочки показали несколько приемов, на что обращать внимание, как себя вести перед объективом. За кадром осталась команда стилистов, парикмахеров и визажистов, которые предложили участницам эксперимента попробовать себя в разных образах. Ведь от того, какими будут прическа, макияж и одежда, от этого и будет зависеть манера поведения в кадре. Макияж вообще супер, тут я ничего сказать не могу. Прическу сделали такую, как заказал стилист. Но про образ пока не знаю, потому что это тайна стилиста. Ну, посмотрим по результату. Там всего два образа, и я считаю, что оба очень мне подходят. Они пробуют, мы тут же это разбираем, показываем, что можно было еще доработать. Я узнала, как правильно позировать, как себя выгодно подать. И, собственно, мы этим и занимались. Очень приятно втянутся вот в эту творческую атмосферу. Достаточно креативные девочки тут собрались. В общем-то весело, непринужденно, мне нравится. Мы в женщине сохраняем все то, что в ней есть. Мы ее не переучиваем. Мы только ей даем понять, что она прекрасна. И прекрасна даже в каких-то смешных образах, прекрасна даже в каких-то смешных движениях. Показываем ее с другой стороны. Умение правильно себя подать сегодня ценится не меньше, чем выдающиеся профессиональные навыки и лучшие личные качества. Именно поэтому уметь фотографироваться должны не только профессиональные модели. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok